здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео обсудим роман ивана ефремова лезвие бритвы это философский его роман который он писал четыре года с 1959 по 1963 впервые опубликовал в журнале Нева в 63 году а с 64 года роман многократно переиздавался роман представляет собой увесистый фолиант ну где-то наверное страниц на 800 сам ефремов определял свое произведение как роман приключений утверждая что главной задачей романа было познание психологической сущности современного человека чтобы заложить научный фундамент для воспитания людей коммунистического общества лезвие бритвы многие называют центральным произведением писателя в него он вложил все свои философские эстетические идеи над которыми работал всю жизнь в романе автор размышляет о путях эволюции исторического процесса и почему роман был назван лезвие бритвы потому что автор утверждает что история подобно лезвию бритвы когда отклонение от некой узкой магистральной линии являются катастрофическими в романе представлены развернутые гипотезы о скрытых психических и физических возможностях обрисован идеал гармоничного человека его служение обществу обсуждается природа красоты ее значимость для духовного развития человека мысли автора высказывает главный герой романа иван гирин сделать всех знающими чистыми освобожденными от страха равными перед законом и обществом роман с одной стороны читается легко и сюжет несмотря на то что он структурно разделен на четыре части и в трех первых частях существуют самостоятельные сюжетные линии со своими героями отличающимися от героев других частей а в четвертой части автор сводит всех героев в одном месте и вроде бы во время чтения и не возникает каких-то трудностей с восприятием текста или информацией но чем дальше мы углубляемся в этот роман мы понимаем что автор слишком многословен и одни и те же мысли он повторяет устами разных героев или он эти мысли вписывает как слова автора в тот момент когда происходят какие-то важные события с героями неважно в какой части в первой части в которой действует иван гирин о котором я уже говорил который из личи какой-то из своих экспедиций попадая попадает в отдаленную деревню а там есть женщина которая не встает потому что в какой-то момент бандиты которые пришли к ней или или не бандиты а те кто раскулачивал представителей властей очень сильно ее напугали и она настолько испугалась что ее парализовала и теперь у нее есть дочь которая за ней ухаживает и гирин предлагает вариант решения вопроса он его исполняет и эта женщина поправляется после чего эта женщина и ее дочь уезжают из этой деревни вроде бы сюжет который хочет нам сказать о том что возможности человека безграничны но с другой стороны когда мы последний раз слышали о таких чудесных исцелениях если мы так вспомним промотаем 50 лет тяжело вспомнить значит что-то с тезисом о безграничных возможностях человека возникает в этом тезисе сомнений следующий следующая часть посвящена путешествиям итальянцев на шхуне которые хотят пробраться поближе к берегам юар и попробовать выйти на тот участок суши с помощью аквалангов погрузиться с аквалангами выйти на берег и поискать алмазы у них все вы получается однако в какой-то момент один из путешественников ныряет с этой яхты в море в океан и находит тиару одна из путешественниц надевает эту тиару ее освещает солнце и она забывает события последнего месяца может быть двух и в переполохе обыска властями юар которые поднялись на борт этой яхты они прячут во первых они прячут бриллианты которые не нашли алмазы алмазы потому что бриллианты это охраненные алмазы они нашли природные камни то есть алмазы алмазы в потаенных уголках яхты часть алмазов они погружают за борт и в момент вот этого переполоха обыска это те они власти юар пытаются забрать эту тиару себе но вот эта женщина который ее взяла примерить на себя она теряет равновесие от яркого солнечного света или от помутнения сознания она как-то не очень удачно ступает на этой яхте и тиара сваливается у нее сг с головы и падает в океан один из путешественников надевает акваланг чтобы поднять пообещав представителем там уж не по-моему и поднять эту тиару со дна однако он делает другую ситуацию он эту тиару прячет еще под каким-то очень глубоким камнем запоминает место где он спрятал а поднимаясь наверх говорит что тиара уплыла куда-то не смог ее найти и оказывается что тиара необычная и вот здесь начинается по сути две части связанные непосредственно с историей древнего мира по легенде разбитый флот александра македонского вышел из индии александр македонский пошел по земле а свой флот он отправил вокруг африки потому что в те времена во времена римской империи не было советского канала и он дает своему полководцу часть даро ценностей которые они вы хотели вывести из индии они плывут вокруг африки юга африки на них нападает штор яхта терпит крушение флот терпит александра македонского и все сокровища оказываются на дне океана и вот одно из таких сокровищ какая-то вот эти ара волшебная древняя который может быть пять шесть тысяч лет которая очень долго была сокровищницы индии тоже с длинной историей который обладает магическими свойствами то есть это тиара она те тот кто ее на себя хочет надеть то он теряет память и по легенде александр македонский также потерял память когда подрузил себе эту тиару на голову и он забыл зачем он пришел в индию что он тут делает и так далее то есть ему оставалось только вернуться обратно домой и вот такую тиару находят эти путешественники после чего они рассыпаются по юар чтобы им как-то каким-то образом не обнаружить себя и забрать при ли алмаза которые нашли себе и отправляются яхта на которой они были отправляется в индию помой а они перелетая меняя самолеты также в конечном итоге прибывают в индию и сюжет третьей части это одновременно он происходит и в индии и в россии в ссср опять мы видим гирина и опять мы видим новых персонажей однако эти новые персонажи ранее упоминались в первой части когда нам рассказывали про ивана гирина и получается так что иван ефремов откуда он взял эту идею кто ему подсказал где кто надоумил или где он это прочитал что есть какое-то тайное общество которое готовит жен парк по какой-то особой методике что они берут ну так скажем так девочек лет 12 и начинают их натаскивать на домашнее хозяйство но ухаживание за ближайшими родственниками будущего мужа за самим мужем и так далее то есть делают из них но если совсем упрощать биороботов дают им новые имена и так далее и вот одну из таких обученных девиц подсылают к одному из ученых знакомому гирина чтобы выведать у него где может находиться вот эта тиара есть ли она вообще а у этого ученого то ли отец то ли дед то ли еще какой-то родственник занимался очень плотно индии еще до революции и у него сохранился архив отца или деда не помню и эта девушка проникает к нему в семью втирается в доверие показывает какая она хорошая хозяйка и заботливая будущая жена и так далее конечно же все ее любят и мама этого ученого и он сам а когда он его вызывают он это происходит в питер его вызывают телеграммы в москву он едет и оказывается что его никто не вызывал но этот момент происходит обыск на его квартире вот этими людьми которые подостали эту девушку не помню нашли они эти документы не нашли эти документы и когда он возвращается видит этот разгром а эта девушка исчезла хотя уже все шло к свадьбе что все согласны и друзья восхищаются какая она вау хорошая персона и мама этого ученого тоже какая хорошая невестка будет ну и так далее она исчезает вторая половина третьей главы посвящена как раз скажем так нашему путешествие путешествие уже других героев по индии вот в этой главе ефремов конечно дает очень очень большой упор на эстетику что важно не только техниче воспитание в техническом плане здание там математики точных наук и так далее но и воспитание эстетики в человеке то есть способность увидеть красоту в скульптуре в живописи и в конечном итоге в человеке и вот эту мысль он нам проводит через кого через абсару тела там у которого в которую влюбился мужчина но тела там они не свободно она находится ну скажем так в плену у плохих в кавычках плохих людей как нам их преподносит автор у продюсера из португалии который взял ее в качестве одной из главных героинь в свои фильмы и сюжет закручивается вокруг освобождение тела там и из этого из этих отношений в четвертой части в итоге ее освобождают каким-то образом не буду часто этом останавливаться вы если вам интересна книга вообще сюжет я рассказываю постольку поскольку потому что довольно подробно этот сюжет очень хорошо изложено в википедии можете туда пойти и в статье лезвие бритвы почитать канву я заостряю внимание на тех моментах которые как скажем так показал показаны скажем так не очень достоверно потому что опять же возникает вопрос сейчас насколько мы можем воплотить то что он написал в реальности в современном мире прошло ну будем говорить 60 лет социалистических государств нет китай у нас получается капитализм с коммунистическим лицом тоже там нету социализма по сути и куда мы идем во всех странах капитализм в той или иной сфере в той или иной степени оговорился а для чего нам этот роман нужен чтобы посмотреть как мыслили люди в середине двадцатого века когда все были очарованы путешествиями которые вот-вот будут в космос но за 60 лет мы так и не увидели никаких экспедиций дальше луны и все никак не можем выйти с орбиты земли хотя что мешало если бы всем собраться договориться создать какое-то проектное бюро но всем крупным странам не захотели начни не считают нужным уже сейчас бы встроили бы базы где-нибудь на нептуне на титане на тритоне оговорился и опять же брать за основу вот эти его рассуждения ивана ефремова что идеал физический психический как он наделяет одного персонажа всеми положительными качествами это гирина когда он может и физически с кем-то по соревноваться и обладает каким-то гипнотическим даром который приходит не помню в какой части он то ему руку порезали то ли еще что-то он пошел в поликлинику или в этот в травмпункт а там хирург женщина которая начала его шить и специально ну по мнению гирина по мнению автора делала ему больно и этот гирин собрав всю свою вот эту гипнотическую возможность он надавил в кавычках надавил на женщину и заставил ее дальше работать более нежно нежно относиться к пациентам сказав что он через год придет и все проверит ну оставим это на совести автор и мы потихоньку переходим к четвертой части где встречаются все наши главные герои это и гирин и тот ученый из петербурга которого охмурила то засланная девушка и телотама и итальянцы и все вот они находятся и встречаются у виктор кананды и оказывается что итальянцы гостили у того португальца а потом оказывается что по мнению остальных он оказался плохим и надо его было как-то урезонить вот это все в один скажем так клубок происходит этот расшивка вот этого клубка которые которые автор заплетал в течение первых трех частей и опять и опять морализаторские речи о том что хорошо что плохо и скажем так под конец уже хотелось хотелось конечно развязки точки какой-то какой-то точки чтобы автор сказал что вот произошло это 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 эти уехали туда эти ухали тут туда у них жизнь пошла вот по такому пути я постоянно пытаясь на рассуждение на одну две а то и три страницы о том об эстетике уже в четвертый или в пятый раз повторяют о психических физических возможностях идеале гармонического развития человека и так далее один раз написать это второй раз ты писать но по пятому по шестому разуму это я и в каком-то из не знаю в каком-то может быть из отзывов в интернете я увидел вот это слово который характеризует весь этот роман и автора ивана ефремова графоман ну действительно то что можно было лапидарно объяснить в там в меньшем количестве букв в меньшем количестве страниц и сократить этот роман допустим не 800 страниц сделать 400 но сжато по делу понятно все и вот опять же следуя вот этой толчку который дал этот автор я тут тоже растекаюсь мыслью по древу потому что как-то вычленить ядро из этого получается очень-очень тяжело и собраться с мыслями о том и рассказать о том о чем уже этот роман конечно в то время все были уверены что будущее светлое незапятнанное и лучше чем сегодня начала 60-х годов полеты в космос готовится первый выход в открытый космос полеты на луну гонка космическая все считали что вот еще двадцать лет и мы будем на марсе восемьдесятом году двадцатому году у нас будет построен коммунизм в нашей стране да возможно возможно это как раз было как раз то поколение которое пережило войну им хотелось верить во что-то хорошее я не я не спорю но сейчас когда мы уже не полетели на марс не построили космические корабли чтобы полететь еще дальше когда и даже те технологии которые сейчас разрабатываются на мкс внедряются в повседневную жизнь очень медленно и возникает вопрос а зачем нам космос зачем что мы что что мы там делаем только тратим деньги так получается но еще бы хорошо да вот сейчас у нас проклюнулась последние года наверное три но с девятнадцатого года не помню сейчас точно дату космический туризм хотя бы он этот космос начинает самоокупаться отправим мы космического туриста допустим там за 4 миллиарда рублей не помню какая точная цифра на мкс пусть он слетает на неделю на две не помню сколько но за эти деньги мы вместе с ним на этом челноке на этом союзе мы отправим туда новое научное оборудование или мы отправим туда еще двух допустим ученых космонавтов которые будут там находиться не две недели а полгода может быть год да вот это уже как бы хорошо когда хотя бы какая-то окупаемость этого есть и заинтересованность тех людей которые хотят полететь туда туристами и платят за это свои деньги своего кармана но хорошо это снижает нагрузку на бюджет меньше налогов на это будет уходить в чем почему бы не еще бы как нибудь был этих любителей полетать в космосе убедить чтобы они дали денег на постройку отеля там наверху почему бы нет тоже интересная мысль может быть сороковому году кто-то разродится чтобы это было чтобы космонавтика стала частной перестала тянуть деньги из бюджета вот про космонавтику давайте мы еще отложим этот разговор на следующий отзыв там еще будет одна книга ивана ефремова попозже и может быть там еще я материалов подсоберу мы еще посмотрим по философии космических полетов может быть по взаимоотношениях в коллективе этих космических полетов и так далее но опять же там придется нам вычленять зерно потому что космический полет опять же с точки зрения того что коммунистическое общество уже построено а по факту его нет но мы вернемся к этому еще разговору посмотрим как нам это лучше представить в виде обзора на книгу опять это будет иван ефремов я догадываюсь что вы догадались о какой книге идет речь ну будет отзыв на этом надо уже как-то закругляться это был такой сумбурный немножко отзыв на лезвие бритвы ивана ефремова спасибо что досмотрели до конца но если вам интересные отзывы на книги подписывайтесь поставьте там лайк напишите комментарии я люблю я знаю что видео на обзоры на книге собирают достаточно хорошие много комментариев отличие там от других видео и всего вам доброго